Доброе утро! И оно сегодня подлинно доброе, друзья! Да, потому что вы нам должны звонить, мы должны принимать ваши звонки и слушать ваши самые лучшие истории, самые чудесные, которые произошли с вами в канун Нового года. Так что набирайте 263-13-28. А как ты все сказал? Что я делаю сегодня в этой студии? Я не знаю. Я могу сказать только одно. Еще в нашей студии есть гость. Да, представь, пожалуйста, нам гостя, потому что мы уже поняли, что это очень веселый человек. Приготовьтесь, вам будет весело. Нам подсказали уже все, дорогие друзья, у нас в студии сегодня с утра в прямом эфире вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов. Прошу любить и жаловать. Доброе утро! Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, Павел! Как ваше настроение? Обычное настроение для последнего рабочего дня в этом году. Вы знаете, вот чтобы оно у вас было необычным, Павел приготовил вам несколько вопросов. Вам нужно будет сейчас быстро на них отвечать. Ну, может быть и новогодних. Никакого отношения к Новому году они не имеют. Мы знаем, что вы прекрасный импровизатор, что что-то лукавит. Только что две минуты назад нам об этом сказали. Отсюда сразу вопрос очень... Я не участвую в КВИ, не во всех баттлах. Вы самое главное не переживайте, у нас сегодня прямой эфир, мы тоже волнуемся, поэтому будем вместе волноваться с вами. Поэтому простой вопрос и очень быстрый ответ. Итак, мы начинаем Блиц-опрос. Во сколько вы сегодня проснулись? В 7 часов утра. Это для вас рано или поздно? Обычное утро. Продолжите песню. У тебя есть борода, я скажу тебе. Многие говорят, из девушек нет. Что вы говорите? Мнение делится. Вот кому-то нравится, кому-то совершенно не нравится. Можно ли бить лежачего лежачему? Палкой? Не знаю. А тут как-то различается, если палкой, то можно, а если ногой, то нет, например. Да, Элька? Ну, это как неправильно. По поводу отличия. Чем отличается обычный человек от нормального? Обычный человек... Нормальный, кажется, оптимист. А обычный бывает и пессимист. Есть ли разница между нормальным человеком и чиновником? Ну, люди считают, что есть. Является ли каша в голове пищей для ума? Наверное, нет. Потому что, да, в голове бывает такое еще, такая большая каша. Зачем управленцу руки? Чтобы руками водить. Ну, что же, Павел, давайте прекратим уже, все-таки, Вадим Михайловича. Это называется зарядка для ума. Это зарядка для ума, действительно. Всем доброе утро. Я вам напомню, мы принимаем еще ваши звонки в студию. Кстати, можно рассказать истории. И возвращаясь к истории. Вадим Михайлович, может, у вас есть какая-то... Все было обычно всегда, я уже знаю, что вы спрашиваете здесь. Тогда... Все было всегда обычно. И хорошо, что нет каких-то экстремальных, знаете, историй, которые, вот как женщина рассказывала... Все замелошло, да. ...которые, да, когда... В Новый год, когда вот происходят какие-то чрезвычайные ситуации. Но вы лукавите, Вадим Михайлович, потому что с вашим именем связаны все самые яркие события, все самые яркие... Вот все, что у нас происходит в Челябинске, в Челябинской области, это именно вы. Поэтому... Нет, это большой коллективный труд. Это большой коллективный труд под вашим управлением. Отсюда вопрос. Вот для вас в этом году, ну, знаете так, топ-3 самых знаковых и запоминающихся моментов, проектов, мероприятий, событий. Ну, среди них есть как спортивные, так и культурные события. Да, давайте. Но из культурных событий, наверное, это уникальный был концерт на стройплощадке строящегося кафедрального собора. Концерт был симфонического оркестра, театра оперы и балета под открытым небом. Это было лето. В общем, это было такое знаковое событие интересное. Ну и, наверное, дни духовной музыки в Харисто-Рождественском храме в городе Кыштыми. Вот тоже было необычное событие, красивая музыка, очень много людей приехало и пришло туда. Но настолько было внимание к этому событию, настолько ажиотаж, что даже два концерта пришлось сделать. Ну, а из спортивных событий, ну, наверное, это соревнования международные по сноуборду, которые проводились в феврале на Солнечной долине. Значит, было интересно посмотреть. Ну и прошедший чемпионат России по фигурному катанию. Так, еще у всех свежи воспоминания. Это, конечно, лучшие фигуристы российские, в том числе элита, тренерская, судейская. Было интересно, да. Слушайте, а вот знаете, еще интересно, сейчас немножко от работы перейдем к вам как к человеку, ну, в прямом смысле этого слова. Вот вы как Новый год вообще отвечаете? К нормальному человеку. Вот когда без галстука и официальной остановки? Да, как все обычные люди. С семьей? Да, конечно. То же самое, прям оливье и селедка под шубой. Торт, конечно, чай. Да, и мы видим, что вы... И настоящие новогодние салаты, конечно. Друзья, у нас есть звонок в студию, давайте познакомимся. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Звонят отовсюду вам, я знаю, из Бакала, из Еккуля, из Челябинска, да, замечательно это. Вся область сегодня на связи. Нет, вроде бы нет. Сорвался, да, у нас звонок. Зазвонитесь на нас, пожалуйста, 263-13-28. Хорошо, что люди звонят, значит, у них есть какие-то интересные истории, есть что рассказать? Конечно, конечно. Ну, вот видите, истории сумасшедшие у каждого. Во-первых, отдельно, кстати, хочется сказать спасибо за вот этот приятный подарок, за тортик. Ну, да, так будем пробовать, нет? Да, конечно, будем. Ну, давайте тогда будем разрезать его. Разрезаем. Друзья, ну, а мы же... Анна будет пробовать. Анна? Ну, мне кажется, это должно быть красиво и как-то очень необычно. То есть вы считаете, что именно я сделаю это красиво? Ну, а как, конечно. Вадим Михайлович, смотрите, какие часы, да, новогодние. Давайте, может, я выберу цифру тогда. Как на старых открытках было или такие даже елочные игрушки когда-то были. Сейчас не знаю. Слушайте, мы не помним тоже этого. Ну, понятно, что вы люди молодые, а в моей 56 лет, понимаете, каждый Новый год помнишь. А вам еще рано, конечно, воспоминаниями жить. Вадим Михайлович, пока режете торт, может быть, несколько добрых... А я уже разрезал его, подождите. Ловите. Несколько добрых, хороших слов всем южноуральцам. Обязательно скажу. Анна, пробуйте, что за вкус у этого новогоднего торта. Мы пока разговариваем, чтобы не замечать. Да, вот с этим тортом надо будет встречать Новый год. У нас есть звонок. Друзья, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Алло. Алло. Доброе утро. Мы вас слышим, как вас зовут? Алло. Да-да-да, мы слышим вас. А, вы слышите меня? Конечно. Как вас зовут? Я хочу через вашу передачу, уважаемые ведущие, передать большую благодарность женщине, врачу-доктору, продавцу женщине в магазина «Равис». А что случилось? Молодому человеку, который оказался рядом со мной, когда у меня давление резко упало, и со мной стало очень плохо. Я упал. Они вызвали скорую помощь. Сделали вам, наверное, помощь. Это вот те самые, это те самые неравнодушные жители, это те самые неравнодушные жители нашего города. Я не помню, и хочу, чтобы вы их тоже поблагодарили от всей души. Конечно. Мы тоже присоединяемся к вам. Замечательно, что люди помогают друг другу, и вот в таких каких-то необычных ситуациях приходят на помощь. Конечно. Мы желаем вам здоровья, пожалуйста. Просто берегите себя. Всем нам нужно здоровье. А если говорить о том, что пожелать телезрителям, всем жителям Челябинской области, ну, вы знаете, вот я так думаю, что, наверное, наши привычки какие-то, это такая вторая натура наша, потому что мы же живем благодаря, так сказать, эмоциям, каким-то впечатлениям, в том числе привычкам. И, знаете, мне кажется, что надо в новом году овладевать какими-то новыми, хорошими привычками. Желаю, например, чтобы, так сказать, заиметь такую привычку, как читать книги, настоящие книги. Да, я думаю, что мало сегодня людей, которые по-настоящему читают. Ну, может быть, как вот сейчас мы слышали, у человека позвонил, хорошая привычка быть благодарными. Да. Я, с вашего позволения, перебью. У нас есть еще один звонок. Еще один звонок, да. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Доброе утро. Как вас зовут? Галина Сергеевна. Галина Сергеевна, откуда вы нам звоните? Галина Сергеевна, мы вас... Из Челябинска. Из Челябинска. Прекрасно. Расскажите нам, пожалуйста, историю. У нас совсем немного есть времени. Ровно 40 лет назад, 31 декабря 1976 года, я родила сына Александра. Мы поздравляем с днем рождения, во-первых, вашего сына Александра. Конечно же, вас поздравляем, что вы такая молодец. И мы желаем, чтобы у вас было все хорошо в новом году. С наступающим. А сына-то нет, ведь дня рождения. Все отмечают всегда Новый Гост. Все всегда с ним вместе отмечают. Все всегда Новый Год отмечают, а не день рождения. Это крестоматийный сюжет шоу «Уральских пельменей». Владимир Михайлович, буквально у нас 10 секунд осталось. Ну и последнее пожелание – это хорошая привычка быть счастливыми, потому что мы сами можем создать, как вы сегодня утром, настроение нашим и вашим телезрителям, в общем, и самому себе. Это самое главное. Торт попробуйте, Анна. Спасибо вам огромное. С наступающим вас, дорогие друзья.